Всем привет! С вами Кононова Анна и моя сестра, вернее брата моего сестра Менчикова Ириночка, старший вице-директор компании Фаберлик. И в этом видео мы решили вам показать несколько новинок от компании Фаберлик. Они уже не новинки, они уже доступны, уже было второе поступление. И мы заказали много чего интересного. Также в следующих видео мы вам покажем одежду, как она на нас смотрится. Итак, первое, что нам захотелось вам показать, это вот такая вот вещица классная. Да, она приходит в такой вот коробочке суперской. Это сушилка для салата. Артикул 114,21, вес 443 грамма. Она идет механическая, предназначена для быстрой сушки свежевымытых листьев, салата и другой зелени, а также овощей. Для этого мы купили салат, сейчас его будем мыть вот в этой вот желтой емкости. И после того, как мы помоем, мы покажем вам, как она работает. В принципе, вещь удобная. Ее можно использовать также для мытья и сервировки. Вот, давайте поближе к Ирине подберемся. Можно использовать в посудомоечной машине, потом мыть. Диаметр ее 24 сантиметра. Высота емкости у нас идет 11 сантиметров. Диаметр корзинки 22 сантиметра. Высота корзинки 9,5 сантиметров. Высота сушилки с учетом крышки 13 сантиметров. Объем 4 литра. Вот, изготовлена она по заказу Фаберлик, Россия. Состав идет АБЦ пластик и полипропилен. Смотрите, так сначала моем. Там есть дырочки. Там есть дырочки. И оно отлично промывается. И, конечно же, все мы с вами знаем, как тяжело сушить зелень. Вот это все. Вот. И потом, значит, будем с вами еще и сушить. Вот так вот. Вот так вот. Сюда ставим. Закрываем крышкой. Ирина, вот эта пластмасска, она как там вставляется? На чем держится? Там у нас есть. Ага, вертишочек. Да. И просто вставляем еще, чтобы попали в пазы. Вот, попали в пазы. Закрываем. Тут есть, как закрыть. Вот, смотрите, это с этим. И начинаем крутить. И она, причем, она разгоняется. Потом, даже когда вы отпускаете, он все равно крутит и все равно сушит. Видите, немножечко. Интересно, долго ли надо крутить. Но приспособления вообще классные. Вот так. Удобно, она не скользит. Не скользит, да. Тут специальная резиночка, как вы видите, для удобства вставлена. Вот. И вся, получается, влага остается на стенках. Если показать в увеличенном виде, то вот вы сейчас видите, вся влага вышла на стенку. Вот. Очень интересно. Ну что, давай, Ириночка, смотреть. Что у нас получилось с салатом. Ого, сколько воды. Видели, сколько воды она вылила? Так. Да, салат практически сухой. Готов к приготовлению пищи. Смотрите, как здорово. Ну что ж, вещь протестирована. Классная. Можно убирать. И приступать к следующему. Следующий, это, конечно же, блендер, который нам очень понравился. С удовольствием им будем пользоваться. Вот он такой красавчик. Симпатичный. Значит, состав у него очень интересный. Ириш, я тут сбоку у тебя встану, чтобы тебе не мешать. Очень интересный. Значит, из чего он состоит. Во-первых, смотрите, мы долго не могли разобраться вот в этой штуке. Пока Ириночка бегает, я вам его покажу. Вот в этой штуке не могли разобраться и не могли найти, где ее взять. Вот вы не представляете. Опять-таки, у нас было очень смешно, потому что блендер был вставлен таким вот образом. Был вставлен таким вот образом. И мы думали, как же оно. Оно никак не подходит. Ничего сделать не могли. А потом догадались достать. Слава Богу, Ирина догадалась. И вставить вот его сюда. И получается, когда вы его закрываете, то есть вы, да, то есть он очень удобный. Он просто великолепный. Такого я в магазине пока что не встречала. То есть вы сюда накладываете все, что вам нужно сделать. А делать мы будем сейчас смузи. Накладываете, закрываете, чтобы оно ничего не вылилось, да. То есть и вставляете. И потом вы его включаете, да, включаете в розетку. Вот он у нас воткнут. И когда вы уже все это сделали, у вас смузи готов. Вы открываете, все это промываете. То есть вот эта вещь, она не марается. И она идет, смотрите, еще вот на таких штучках, которые не скользят. Вот они, видите, это пластмасска. А тут вот они не скользят. Очень удобно. И потом закрываете, закрываете. Можно брать с собой, в машину, везде. Открывать и пить сколько вам захочется. Мы были в восторге от данной вещи. Я считаю, что такую вещь можно подарить даже на любой праздник, на любой юбилей. И сейчас, после того, как я вам все объяснила, я устанавливаю все на место. Тут, кстати, тоже вставлена резиночка, чтобы это все фиксировалось. Вот обратите внимание, сейчас я увеличу. Да, вот эта вот резиночка, она делает герметичным. То есть когда вы что-то накладываете внутрь, вы не волнуйтесь. Оно у вас ничего не выльется, не прольется, что очень-очень супер. Вот, давайте же с вами поговорим о нем и посмотрим, как же Ирина будет делать смузи. Мы будем делать киви, потому что мы не нашли клубнику. Но клубника это у нас что, Ирин? Крыжовник. Смешанный с клубникой. Да, как-то бы вот, Ирин, локоть твой. Так, сюда мы положили сок лимона, пару киви и еще добавим арбуз. Так, арбуз. Будем добавлять арбуз. Ирина, что, вместе с косточками или будем доставать? Достанем сейчас. Будем доставать косточки, да? Так, дай-ка я тебя не вижу. Вот так. Кстати, у Ирины платье от Эмоджи. Фаберлик. В прошлая коллекция, прошлогодняя коллекция, ей очень понравилось. Ну что ж, смотрите. Сейчас я скажу некоторые характеристики этого блендера. Значит, артикул у него 114,27. Вес 1013 грамм, то есть килограмм. Блендер электрический. И он за считанные секунды измельчит даже очень твердые продукты. Идеально подходит для приготовления смузи, пюре, холодных супов, пюре молочных и йогуртовых коктейлей. Смешивание ингредиентов происходит в бутылочке, которую удобно потом взять с собой. Бутылочка сделана из тритана. Это экологически чистый пластик, который безопасен даже для грудных детей. В комплекте с бутылкой идет удобная крышка, не проливайка, с клапаном. Мощность у него 300 ватт. Размер моторного блока 13 на 13 на 19. И так, объем бутылочки идет 350 миллилитров. Если в течение гарантийного срока, 12 месяцев, будет выявлен брак блендера или прибор... Понятно. Так, подождем. Так, смешиваем. Так, смешиваем. Все, да? Ну, как мало осталось. Итак, если в течение гарантийного срока, а гарантийный срок у него идет 12 месяцев, будет выявлен брак блендера или прибор сломается, вы можете обменять его на новый при наличии на складе. Или вернуть потраченные на него, на его покупку деньги. Итак, моторный блок у нас состоит пластик, металл и резина. А бутылочка состоит из пластика из тритана. Вот такая вот интересная вещица. Приходит он в коробочке. Вот в такой вот большой. Иреж, дай, пожалуйста, коробочку. Да, приходит он в коробочке в такой вот классной. И нам, в принципе, все понравилось. Да, артикул 114.27. Я думаю, что пока срок годности годен, у него коробочку желательно не выкидывать. О, какая красотища! Ирина Велич. И правда, вот все натуральное. Сейчас мы это отдадим деткам. Иришка приехала с Ясей, с Елисеем. И у нас еще в гостях Викусе. И сейчас мы им это дадим попробовать. Очень удобно моется бутылочка. Просто великолепно. И, конечно же, вы понимаете, что оно идет герметичное. И мы с вами можем просто еще доложить фруктов в нее. Открыть, доложить фруктов. И еще раз, пока она не будет полной абсолютно, еще раз запускать и запускать. То есть вреда это не принесет ни блендеру, ни нам, если нас много и мы все хотим попробовать. Ириш, ну-ка пробуй. Вкусно и невкусно получилось. А мне, а мне я тоже хочу. Очень вкусно. Как нежно. Да, арбуз тут был... Знаете, даже можно оставить, не добавлять никаких сахаров туда и все такое прочее. Итак. Все мы с вами протестировали. Вещь на самом деле классная и супер-супер удобная. Значит, это кухонное полотенце. Артикул 113,79. Вес 77 грамм. Вот у него. И оно идет двухстороннее. С одной стороны идет тканно-ярко-желтого цвета в белую полоску. И это идет ткань. Да, как вы видите, гладкая абсолютно. Вот. А с другой стороны идет махровое белое полотенце. То есть тут я таких, наверное, штучек пять, думаю, буду заказывать. Вот. Далее, значит, оно отлично впитывает влагу. Ну, Ирин, как вытерла? Вытерла очень хорошо. Все, руки сухие. Да. О, хорошо. Так легко стирается, быстро сохнет. Но это понятно. Гипоаллергенная. Размер 40 на 60. Плотность 315 грамм на метр в квадрате. Изготовлено оно в Турции. И идет стопроцентный хлопок. По заказу Фаберлек изготовлено в Турции. Итак, следующее, что мы будем смотреть, это вот такая штука. Что она делает? Это у нас идет очень такой интересный, Ириш, подойду к тебе поближе. Очень такая интересная бутылка для воды с инфузером. Значит, ей можно пользоваться с инфузером, без инфузера. Да, то есть как вам захочется. Можете просто наливать в нее водичку. Мне кажется, что она подойдет и для спорта, и так далее. Да, то есть она очень интересная. Значит, что можно с ней делать? Она подходит для холодных и теплых до 70 градусов напитков. Крышка идет не проливайка и не откроется внезапно. То есть она не будет вам доставлять каких-либо хлопот. Да, значит, что мы делаем? Мы сейчас хотим сделать все-таки с инфузером ее применить. Мы ложим туда имбире и лимончик будем делать. И у нас со временем эта водичка будет приобретать вкус имбиря и лимона. И мы будем просто пользоваться витамином С в свое удовольствие. И будем всегда здоровы. Сами знаете, как полезен имбирь и как нам нужен лимон. Это способствует нашему обмену веществ. Да, кстати, с имбиря можно даже похудеть. И вот эту бутылочку вы можете сделать и в течение дня ее выпивать. Вот это тоже очень классно. Я думаю, что зря я заказала одну. Надо заказывать побольше и прям с тем с утра по такой бутылочке волшебной выдавать. Итак, значит, это бутылка для воды с инфузером. Артикул 114,64. Вес 233 грамма, простите. И бутылка незаменимый аксессуар для пеших и велопрогулок. Пригодится на работе, в транспорте, на тренировках. Позволит приготовить вкусный и полезный напиток. Просто помещаем выбранный наполнитель, ягоды, лимон, мяту, все, что вам захочется. Помещаете и закрываете. Это все с одной стороны. С другой стороны вы можете открыть ее полностью и залить водой до 70 градусов. То есть, неважно, какая это вода, до 70 градусов. Мы хотим сделать холодным. Так, у нас тут стоит водичка. Мы заказываем воду пока таким вот образом. Водоочистители не поставили. Да, берем у Кировского водовоза. Кстати, хорошая очень вода. Вот, и значит, через 10 минут мы уже можем пить. Мы уже можем пить. Ой, Ирина с горкой налила. Ты желаешь нам полной жизни. Так, закрываем. Значит, что еще подходит, да? Значит, идет дополнительная защита от проливания. Там идет силиконовая прокладка на закрывающейся части крышки. Все хорошо, да? Силиконовая прокладка на закрывающейся части крышки. Это вот тут? Тут, да? Где она? Ириш, покажи. Ага. Вижу, вижу. Сейчас я переворачивала бутылочку, и ничего не пролилось. Да, то есть она защелкивается. Ну, супер. Также, значит, инфузер для приготовления фруктовых ягодных коктейлей. Мы с вами наблюдали. Изготовлено из безопасного пластика тритана. Также идет уже удобный ремешок для запястья. А где ремешок? А, вот. Удобный ремешок для запястья. Объем бутылки 650 мл. Изготовлено так. Высота 27,5 мл. 27,5 мл. И диаметр дна 6,7 см. Состав пластик тритана. Она полностью пластиковая. Так, дай-ка я, Иришечка, увеличу. Какая красота. Но все, имбирь с лимончиком делается. Это, я считаю, самым крутым напитком на свете. Потому что имбирь, сами знаете, какой он полезный. Ну, что ж, через 15 минут можно его пробовать. Далее. Что мы обсудим далее? Конечно, бы хотелось обсудить вот такой вот чайник. Он суперский. Он классный. Он просто великолепный. Знаете, почему? Потому что он красивый такой, тяжеленький. Чувствуется, что он из чего-то качественного сделан. Прямо тестируем в первый раз. Значит, это чайник. Артикул 114,84. Вес 365 грамм. Называется он заварочный чайник. Который выполнен из жаропрочного стекла. Превратит каждое чаепитие в особое событие. Наслаждайтесь не только вкусом, но и видом любимого напитка. Посмотрите, как раскрывается чайный лист под воздействием тепла. Так, мы тут устанавливаем. Ирина, там, наверное, дырка какая-то есть, да? Все, да? Ага. Засыпаем чай. Да, мы засыпаем чай. К сожалению, листового чая в фаберлик нет. Очень жаль. Чайник сделали, а чая нет. Надо попросить у них чай. Далее, значит, чайник изготовлен из буро-силикатного стекла. Экологически безопасен. Не оказывает влияния на вкус чая. Для меня это очень-очень важно. Далее, съемный металлический фильтр предотвратит попадание чаинок в чашку. А после использования его легко промыть под струей воды. Объем у этого чайника 1,5 мл. Вот такая вот красота. Не ставить на электроплиту и открытый огонь. Ну, это понятно, потому что есть полипропилен в составе. Вот далее, значит, состав стекло и полипропилен. Вот такой вот чай, в принципе. Сейчас мы его протестируем, когда он заварится, и посмотрим, что там и к чему. Вот так. Следующее, что у нас поедет, это, наверное, уже измельчитель. Очень интересный измельчитель. Маленький такой, мы над ним долго смеялись. И до конца, если честно, не уверены, пригодится ли он нам. Но сейчас будем тестировать и будем узнавать про него все при все. Пришел он в такой вот коробочке, Ириша ее показывает. Коробочка классная. Так, значит, он идеален, когда нужно измельчить небольшое количество продуктов. Так, легко приводится в действие благодаря удобному крутящемуся механизму. Ирина уже чистить фрукты собралась. Далее, значит, он справится с продуктами быстрее обычного ножа, экономит время. Можно регулировать консистенцию измельчаемых продуктов. Можно мыть в посудомоечной машине. Объем 0,5 литров. Размер 13 на 8 сантиметров. То есть он, как вы видите, весьма маленький такой. Состав у него идет АБЦ-пластик. АБЦ-пластик. И также идет полистирол. Полистирол. Вот такой вот он маленький, хорошенький. Так, смотрим, смотрим. Да, ну, Ириш, я думаю, для первого раза хватит. Мы решили протестировать на киви. То есть вот так оно закрывается. Так вот оно закрывается и тянется за крышку. Вот видите, он тянется за крышку и таким образом происходит измельчение. Так, что у нас... Ириш, а что это за желтая такая кнопочка на нем? Ничего с нее, да? Так, ну-ка, что там измельчилось? Покажи нам поближе. Еще раз немножко. Так, еще немножко. Давай. Три-четыре. Мы, конечно, очень удивились, что он работает именно вот так. Ручной называется. Да, ручной. Да, ну, вот так вот. Видите, он измельчает. Мы измельчили киви. А, лук, да? Да, лук, чтобы не щипало глаза. Ножи очень острые. Мыть их советую вам очень осторожно, потому что ножи реально острые. Я чуть не порезалась. Я прям почувствовала, когда их взяла. То есть можно очень мелко накрошить лук, и у вас не будет щипать глаза. Вы не заревете. Если у вас на лице, в принципе, макияж, то, я думаю, реветь не особо-то и нужно. Вот такая вещица. Напишите свое мнение, пожалуйста. Как оно вам? Потому что нам, мы вот нашли применение только под лук. Для чая очень красивая. Посмотрите, какая она симпатичная. Какая она классная. Чем она хороша? Тем, что ее можно брать с собой. И там идет двойное, как вы видите, стекло. И вы никогда не обожжете руки. Итак, бутылка для чая. Артикул 114,65. Вес 371 грамм у нее. Она для того, чтобы заваривать горячие травяные напитки из двойного стекла с удобным фильтром из нержавеющей стали. Незаменима в офисе и на прогулках, в путешествиях. То есть, туда можно положить лимончик. И можно также положить любые травки. Мята, мята, мелиса. Да, да, да. Будет у вас чай с мелисой? И лишь говори громче. Будет чай с мелисой? Если мы с вами положим лимон. Да, также можно заваривать и чаи в пакетах. И все, все, все. И в сиропине мы положили лимон. Далее, значит, удобный фильтр внутри. Он открывается с двух сторон. Бутылочка. Благодаря двойным стенкам можно держать горячий чай, не обжигаясь. Объем 280, высота 18 сантиметров, диаметр 7 сантиметров. Состав стекло, пластик, нержавеющая сталь. Удобно, мы завели горячий чай, а держим, а у меня кружка не горячая. Дай, дай. Так круто. А как пить? О! Пить, как пить? Все нормально, не протекло. Так, что-то у нас где-то протекает. Где-то, возможно, вот. А, ты до конца не закрутила, да? Да, плотно закрутила. Пить мы открываем верхнюю часть. И пьем вот так вот, да? Ух ты! И на самом деле, смотрите, идет дым, идет пар, а держать можно легко и здорово. Ой, вообще великолепно! Мне понравилось. Мне очень понравилось. Да, классное. Классное изобретение. Ну что ж, спасибо, Фаберлик. Ножи всем сейчас. Пользовалась я уже ножом. Да. Ирина, каким ножом ты пользовалась? Так, нож разделочный, так и называют. 114,29, да, артикул у него? Да, да. Вот, значит, этот нож, девочки, очень острый нож. Значит, вес 91 грамм. Артикул 114,29. Он идет как нож разделочный. Вот, вообще без всякой, без всякой сложности, ну, без применения силы. Вот. На лезвие нанесено полимерное покрытие, которое препятствует прилипанию. И режь, дай мне какой-нибудь ножик. Я покажу поближе. Ого, какой тесак. Смотрите, да. То есть, у него идет полимерное покрытие, которое привязывает прилипанию продуктов во время резки и чистки. Длина режущей части лезвия, вот у того, которым ножом я не нарезала, так, длина вот у этого ножика получается, так, во время 18,5 сантиметров длина ножика и длина ручки 13 сантиметров. Ручка классная, удобная. Держать нож здорово, да, и вот он такой длинный. Удобно резать, мне кажется, вот им все. И арбуз, и капусту, да, то есть, вообще все абсолютно вот то, что вот большое. Далее, значит, нож для чистки. Нож для чистки. Ой, какой классный. Он вот, он вот удобный очень. Так, значит, нож у нас для чистки. Артикул, артикул, Ириш, скажи, пожалуйста. 114-141. Да, смотрите, как удобно. Так, я тебя увеличиваю. Так, смотрите, как удобно, вообще здорово. И на самом деле кожура не прилипает, она отходит от всего. Ну, классно, классно. И вырезать удобно, да, все вот эти глазки, все вот это вот. Далее, что у нас еще есть, это нож для хлеба. Вот как раз вот этот большой здоровый нож. Он идет для хлеба. Вот, тоже режет отлично, замечательно. Сегодня мы нарезали им хлеб. У него артикул 114-39. Нож длиннющий. Это называется нож для хлеба. Ну, мне кажется, им удобно будет резать и торты, и пироги. Да, то есть он не обязательно только для хлеба. Вот, артикул 114-39. Вес 95 грамм. На лезвие нанесено полимерное покрытие, которое препятствует прилипанию продуктов во время резки, чистки. Длина режущей части лезвия 18,5 сантиметров. Длина ручки 13 сантиметров. Материал, как и у всех остальных ножей, нержавеющая сталь и пластик. Вот такая вот красота. А это у нас ножик универсальный. Он, вы знаете, под все, да, такой вот палочка-выручалочка такая. Артикул 114-40, вес 42 грамма. Длина режущей части лезвия 11 сантиметров. Длина ручки 11 сантиметров. В состав нержавеющая сталь и пластик. И еще у нас должен быть где-то нож поварской. Нож поварской. Ага, вот какой он здоровый. Да, супер. Я вот таким люблю что-то шинковать. Вообще отлично. Длина режущей части лезвия 19,3 сантиметра. Длина ручки 13 сантиметров. Артикул 114-28. И он тяжелый. Он 120 грамм. Да, прям чувствуется в руке, что он такой. Да. Тестировали вот такой вот суперский коврик для посуды. Он у нас будет стоять в углу, где сейчас находится арбузик. Артикул 114-69, вес 460 грамм. Он состоит из микрофибры. Удобен для сушки чашек, стаканов, глубоких мисок. А подставка для тарелок, блюдец и ножей. Вставляется, убирается, да. Вы можете коврик отстегнуть и поставить только вот, допустим, эту подставочку, если вам захочется. Да. Или вместе с ковриком сможете все это сделать. Далее. Легко разбирается для удобной чистки. Для хранения компактно складывается и закрывается с помощью эластичных резиночек. То есть, вот, пожалуйста, Ириночка его сложила. Размер коврика в разложенном виде 59 на 44 на 0,6 см. Вот. И, во, какая красота. Видите, как здорово. Да. Далее, значит, размер пластиковой подставки идет 43,5 на 16,9 на 3 см. Размер в сложенном виде вместе с подставкой 44 на 24. Ириш, а достань какую-нибудь большую тарелищу. Пусть могли посмотреть, как оно. Вообще-то он твердый, он абсолютно не гнется. Во, какая. Стоит. Плоховато, да? Да нет. Хорошо стоит, в принципе, да? Да. Не упадет. Не упадет. Здорово. Значит, размер в сложенном виде, забыла договорить, 44 на 22 на 6. Состав полиэстер, эва и микрофибра. Вот такая красота. Кстати, эта посуда тоже от Фаберлика. Она в каких-то видах есть на складе. Но я ее покупала более года назад. Как вы видите, ничего с ней абсолютно не произошло. Просто великолепного качества компания Фаберлик создает. И причем эти тарелки у нас сколько раз падали, они почему-то не бьются. Но я не могу сказать. Может, они удачно упали, но кидать такую красоту, специально проверить, я как-то не решаюсь. Мерные ложечки. Артикул 114,45. Вес у этого изделия 42 грамма. Они предназначены для сыпучих или жидких ингредиентов. Сахара, муки, соли, разрыхлителя для теста, специй, меда, воды, молока и растительного масла. Этих ложечек. Да, такие симпатюльки. Вообще, смотрите, как классно. Да, колечко позволит подвесить ложки в удобном месте. Можно мыть в посудомоечной машине их. Объем ложек 7,5 миллиметров. Это самая большая. 15 миллилитров. На каждой ложечке у нас написан грамм и миллилитры, если это жидкое, если это сыпучее что-то в граммах. На каждой ложке самая большая, то есть 15 миллилитров. Так, давайте с вами сфокусируем. Вот так вот. Видите, на каждой. Вот, значит, первая ложечка это 7,5 мм. Это в миллиметрах, да? Далее 5 мм, 2,5 мм, 1,5 мм и 1 мм. Состав полипропилен. Да, то есть, ну-ка, самая маленькая. 1 мл. 1 мл. 1 грамм, да? Даже вот если мы с вами потеряем мерную ложечку, да, этот же норофен ребенку от температуры дать или еще что-то. Очень удобно. Тут есть миллилитры. Вот 5 мл наша доза. Классно. На всякий случай, да? Ложечки такие куда-то деваются. А средство вечно остается и стоит потом. Вот такая вот кружка-банка. Сейчас я вам ее увеличу. Вот такая вот кружка-банка. Артикул 114,90. Вес 250 грамм. Кружка-банка с трубочкой подойдет. Так, открывается, да? Кружка-банка с крышечкой прекрасно подойдет для смузи соков. Ух ты! Подожди, Ирин. Для смузи соков, лимонада, коктейлей и других прохладительных напитков. Благодаря двойной стенке напиток дольше остается прохладным. Да, давай посмотрим. Вот она, двойная стеночка. Да, ее на камеру очень хорошо видно. Кружка имеет прорезиненную геометрическую крышку, которая препятствует протеканию. Также специальный барьер на трубочке предотвращает ее случайное выпадение из банки. Объем кружки, так, вообще здорово, да? Все прям продумали до самых мелочей. Великолепно. Объем кружки огромный, 500 мл. Размер 9,5 на 13 на 16 см. Материал идет пищевой пластик. То есть она полностью идет из пластика. Ну да, крутая кружечка. Я могу сказать, что я довольна этим. И даже брать с собой какие-то полезные напитки, да, тоже здорово. Многофункциональная терка. Артикул 114,44. Вес 293 грамма. Она быстро и легко измельчает, ну, в принципе, все продукты. Значит, съемные ножи выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Есть безопасный держатель для продуктов. В комплекте 5 насадок для нарезки ломтиками. Так, нарезка ломтиками, Ириш, которая. Давай будем смотреть. Значит, нарезка ломтиками у нас для мелкой шинковки, для крупной шинковки, для приготовления пюре, соковыжималка для цитрусовых еще есть. Так, мелкая шинковка. Это у нас вот, да, вот это вот. Смотрите, какая мелкая. Вообще красота. Да, на ней можно что угодно натирать. Вот, значит, удобно хранить. Сменные насадки убираются в корпус. Можно мыть в посудомоечной машине. Так, ты нацепила, что это? А, это картофель. Смотрите, да, то есть это для терки. Ирина, наоборот, надо ее, наверное, от себя поставить, чтобы натирать. Очень острая пока что. Да, ну, мы, конечно, взяли очень твердую вещицу. Да, это картофель. И смотрите, картофель не отпал с держалки. Тоже очень удобно. Великолепно. Далее, значит, размер у нее 26,5х9х6,7. Материал АБЦ пластик и полистирол. Вот такая вот красота. Значит, сейчас мы с вами протестируем. Это у нас соковыжималка для цитрусовых идет. Таким вот образом она вставляется. Все очень-очень удобно. Да, надо нажимать и крутить. Так, давайте будем смотреть. Так, и нажимаем и крутим. Вот, смотрите, и оно туда через сеточку утекает. Тоже здорово, да? Ириш целиком выжимается. Вот у меня такое чувство, что она маленькая. Можно выжимать, мне кажется, и мандаринки, и лимоны. Хорошо, да? Ты тихо говоришь, тебя вообще не слышно. Супер, да? Давайте еще вторую частичку. Косточки, да, убираешь? Ага. Ну вот. У нас сегодня дети просто объедятся свежих фруктов, смузи, соков напьются. Да. Без особых усилий. Да? Да. Просто крутим. Громче говори. Просто крутим и без особых усилий весов уходит туда. А если надавить? Надавить еще быстрее. Угу. Вот ты сейчас сильно надавливаешь? Не столь усилий. Средняя. Средняя. Во, здорово. Смотри, сколько сока. Ну все, можно звать пить детей. Великолепная штучка, да? То есть так. Здорово. Далее, значит, у нас... Давай бокальчик. А, классно. Свежий-свежий сок. Далее у нас еще есть для крупной шинковки. Ирин, что будем резать? Мне кажется, что крупная, что мелкая. Какая разница? Ее можно не тестировать. Можно просто показать, да? Вот смотрите, крупная шинковка есть. Это под капусту, под что-то такое. Вот тоже классно. Очень острое. Прям я задеваю, я чувствую, что оно очень острое. И вот эта вещь, чем мне понравилась, это для приготовления детских пюрешек. Знаете, что если пюре... Ну, если фрукты соприкасаются с металлом, с железом, с каким-то, то там теряются какие-то вещества, да? А тут, как бы делая детское пюре, вы будете 100% уверены, что все питательные вещества не будут реагировать с железом и сохранятся. Тоже здорово. Так, увеличиваем Иринины огурцы. Ирин, только не порежься. Ой, какие тоненькие, какие хорошенькие. Да, здорово, классно. Так, вот такая вот вещь. Ну, в принципе, да, мне она понравилась. Я хочу такую к себе на кухню. Ну, она у меня уже есть очень хорошо. Мне кажется, что большинство продукции Фаберлик классно дарить. Классно дарить. И, вы знаете, мне кажется, что этому подарку будет рада любая хозяйка в дом. Как бы, даже молодая хозяйка. Так, давайте напомню с вами артикул. Артикул приходит в такой коробочке. Это так. Вот так вот. Говорила артикул и уже затеряла. А вот артикул 114.44. Так, сейчас мы прямо из упаковки, как вы видите, достаем щетку универсальную. Сейчас я ее увеличу для вас. Щетку универсальную. Артикул 115.02. Вес у нее 55 грамм. С помощью универсальной щетки можно легко и быстро очистить картофель, морковь, свеклу от грязи, а молодые овощи от тонкой шкурки. Вот, сейчас у нас идут молодые овощи. Так, Ириш, чистишь, да? Так, результат нам показывай. Вот потерла. Вот тут я потерла. Погоди минутку, вот сейчас говори. Вот тут вот я потерла. И все, достаточно быстро. Угу, хорошо. Сейчас мы хотим протестировать ножницы для зелени. Первый раз их сегодня достали из упаковки. Смотрите, какие они крутые. Также в комплекте идет чистка для этих ножниц. Тоже очень интересная. Итак, артикул 114.71. У них вес 160 грамм. Ножницы для нарезки зелени. Помогут быстро и красиво нашинковать травы и зелень. Ну что, сейчас будем смотреть в увеличенном виде, как это происходит. Пять острых лезвий. В комплекте удобная кисточка для очистки лезвий. Удобные эргономичные ручки. Ирин, что за ручки? Они... А, такие прорезиненные. Рука не будет скользить, даже если будет сырой. Это 100%. Так, и длина 22 сантиметра у них. Сталь, состав. Также термопластичная резина и полипропилен. Вот такие вот ноженки. Ну что, Ириш, поехали. Ух ты, какие хорошие, острые, да? Очень, очень легко. Красота, да? За 10 секунд все и сшинковало. Так, давай лук пробовать. О, как здорово. Смотрите, раз, раз. Хоп. И все. Хоп. Да? Вот это, конечно, находка. Я такие видела, по-моему, где-то на Симолэнде или что-то. И вот, если честно, хотела их заказать. Но они появились у нас в Фаберлик. О, класс! Ирина, и наискосок, наверное, тоже будет красиво крошиться, да? Такими, наверное, ромбиками. Ух, здорово! Я думаю, что можно даже взять и несколько пучков зелени, и будет нормально шинковаться, крошиться. Супер, супер, супер. Посмотрите, мгновенно. Так, раз, два. Великолепная вещь. Девочки, приобретайте. Очень понравилось. Так, Ирина сейчас берет укроп. Так, у нас, походу, сегодня будет окрошка. Так как мы уже ее накрошили, то она у нас будет очень перенасыщена зеленью, потому что мы это уберем туда же. А, так здорово! Посмотри, мгновенно, да? Ирина, рука устает? Нет, не устает. Очень удобно. Ты тихо говоришь, как бы зрители не заругались, что тебя не слышно. Очень удобно. Очень. Очень, да? Да. Супер, мне понравилось. И можно брать прямо вот, где мы пропустили, да, прям брать и снова в ножницы ложить. А ножницами вот так вот докрошить то, что... Все очень, очень хорошо. Порежется. Угу. Прям вот, как ты сказала, наискосок прям вот такими вот... Красотульками, да? И все, и то есть дополнительно резать уже не нужно. Угу. Ладно. Красота. Ирина, хочешь такие домой? Конечно. Вообще здорово. Они необходимы. Они необходимы, да? Как это мы раньше без такой штуки жили? Ну, нас компания Фаберлик скоро, наверное, разбалует до того, что мы вообще будем лентяйками, потому что все можно делать в два раза быстрее и так далее. Итак, сейчас перед нами крышки. Эластичная крышка мини. Мини-крыжечка, вот она лежит в этом, да, то есть они очень мягкие, классные, суперские. И они, значит, у самой маленькой крышечки артикул 114-49. Вес 12 грамм. Что они делают? Они подходят для банок, кружек, стаканов диаметром до 10 сантиметров. Можно накрывать половину яблока или любой другой фрукт подходящего размера. Вообще шикарно, да? Апельсин отрезал половину или лимон отрезал половину и накрыл. Боже мой, как это здорово! Да, вот обычно куда? Вот мы отрезаем лимон и думаем, куда остальные пол-лимона. Шапочка. Осталось нарисовать глазки и ротик, и носик. С козырьком. С козырьком, да. Вот. Далее, значит, что еще для чего они, да? Они герметично закрывают посуду. Обратите внимание на слово герметично. Блокируют доступ воздуха. Продукты дольше остаются свежими, не впитывают и не распространяют запахи в холодильнике. Диаметр 6,5 сантиметров у этой мини-штучки. И можно мыть ее в посудомоечной машине. И причем она очень сильно тянется. Ириш, потяни немножко ее. Тянется вообще великолепно. Просто смотрите, ва! Всякое разное растягивается. Да, да, да. Плохо видно. Да, она вообще такая нежненькая, но эластичная. Она не порвется, мне кажется. Да, вот так вот Ириш хорошо видно. Супер! Да, значит состав. Это идет силикон. Это идет силикон. Так, далее. Эластичная крышка маленькая. Вот мы ее надели на стакан. Надели на стакан. Артикул 114-48. Подходит также для всего. Также все доступ блокирует. Да, то есть она уже для салатников, мисок и других емкостей. Диаметр 9,5 см. Можно мыть в посудомоечной машине. Значит 114-48. Следующая это эластичная крышка средняя. Вот для меня, мне кажется, вот самая такая классная. Мелкая, самая мелкая крышка. И вот это вот. Почему? Потому что она подходит под большинство моих салатов. Да, то есть у меня салатница именно вот таких размеров. Она и растягивается и все такое прочее. Итак, артикул 114-47. Вес 26 грамм. Эластичная крышка средняя. Подходит для мисок, кастрюль, фруктов. Допустим, если бы мы оставили половину арбуза на завтра, мы бы надели эту крышку на этот арбуз. Шикарно, просто шикарно. Значит, что она еще делает? Она также делает, ну как и все остальные крышки, остаются продукты. Свежими, не впитывает ничего. Диаметр у нее 14 сантиметров. Можно мыть в посудомоечной машине. Ириш, давай я покажу, что такое герметично. Да, то есть смотрите. Я надавливаю, оттуда выходит весь воздух. И он воздух держит. Видите? Он держит воздух. Он не просачивается обратно. Сейчас я ее натяну. Тут тоже, видите, такая удобная штучка, за которую открывать-закрывать. То есть вот я воздух, минутку. То есть я воздух вот сейчас выпущу, закрою ее. И воздух набираться, как вы видите, не будет. То есть там все внутри, вот весь салат, все это уже не будет контактировать с холодильником абсолютно. Здорово. Даже вот на природу их брать, это просто великолепно, да. Закрыл салат, ушел, допустим, купаться. И никакие мухи ничего на это не сядут. То есть на природе тоже здорово с собой брать в сад, в огород такие крышки. Ой. Вот и опять я сижу и думаю, как же мы без них жили. А жили мы без них вот так. Без ложной скромности. Сейчас открываю свой холодильник и показываю вам свою окрошку. Мы все закрывали полиэтиленом. Сейчас мы будем жить намного лучше, потому что это на самом деле красиво. Намного лучше, чем пакетики выглядят это, во-первых. Во-вторых, оно многоразовое. И в принципе это экономно, когда мы пользуемся одной крышкой. Считайте, целый год они покупаем бесконечное количество пищевой пленки для того, чтобы завернуть различные салаты. Очень удобно это будет, если мы будем экономить на полиэтиленовой пленке. Сколько же мы выбрасываем этой полиэтиленовой пленки, и это все у нас загрязняется экологией. Вот это, кстати, да, тоже здорово. Ну вообще, Фаберлик, я обалдеваю от этих новинок, вот честное слово. Далее, значит, идет эластичная крышка большая. Она уже, ей можно миски, сковородки закрывать и все такое прочее. Артикул 114-46, вес 40 грамм. Она подходит для мисок кастрюль диаметром до 20-30 сантиметров, а также арбузов, дынь и так далее. Герметично закрывает посуду, блокируя доступ воздуха. Продукты дольше остаются свежими, не впитывают и не распространяют запахи в холодильнике. Диаметр 20 сантиметров. И вот сейчас, вы знаете, что бы я хотела вам показать? Давай, Ири, поменяем, получится ли у нас на квадратную. Давайте проведем опыт, получится ли на квадратную у нас окрошку натянуть вот ту крышку. Если нет, так нет. Но чем не шутит? Так, не получается, слишком большой диаметр. Получится. Получится, ты уверена? Да. Обалдеть. Если получится, я вообще буду в шоке. Так. То есть она вот так вот... Нет, Ириша, она, наверное, или да. Так. О, это круто. Ну-ка, потыкай по серединке, спадет, не спадет. Все, смотрите, как держится. Воздух выпустила. Обалдеть. Все, давай я обратно уберу в холодильник. Давайте с вами посмотрим поближе. Да, то есть, смотрите, оно держится. Ну, сейчас еще посмотрим, сколько времени пройдет. Но, скорее всего, будет держаться. Ну, что ж, вот это наша окрошечка. Далее, что мы хотим посмотреть, это форма для льда. Артикул 114-59. Лед получается классный, красивый. Посмотрела у других блогеров на ютубе и тоже заказала. Вес 70 грамм у нее. Размер формы 20 на 12 на полтора сантиметра. Размер одного отделения для льда 10 на 2 на полтора. Состав у нее силикон. Можно приготовить кусочки льда, которые поместятся в бокал или в бутылку с узким горлышком. У нас такая вещь уже есть. И я решила замораживать сок и давать его детям пососать. То есть, они вот это дело очень любят, кстати. То есть, можно все, что угодно делать. Тем более, ну, вообще здорово. Так, значит, далее идет антипригарный коврик. Я не хотела его заказывать. Скажу вам честно. Думаю, какая-то коричневая, некрасивая штука. Вот. И не захотела. Но потом у нас в чате есть, на проекте Фаберлик Онлайн, есть чат по продукции. Да, то есть, и там девчонки прям показывали выпечку, которую они готовили вот на этом листе. На этом антипригарном коврике. И на самом деле они все в восторге. И это, этот коврик, он не просто экономит ваше масло или еще что-то. Этот коврик, он помогает сохранить вам вашу фигуру. Вы на нем можете запекать абсолютно все. И у вас не будет проблем с употреблением лишнего жира. Вот это просто великолепно. Значит, что он делает? Так, артикул у него 114,25. Приходит он в такой вот красивой коробузке. Просто шикарной, такой хорошенькой. Да, и вес у него 20 грамм. Антипригарный коврик идеален для выпечки кондитерских изделий, пиццы, для приготовления мяса, рыбы, овощей, сушки, ягод, фруктов, грибов. Легко моется прямо под краном. Позволяет готовить блюдо без использования масла и жира. Продукты не прилипают к противню и легко снимаются. Противень всегда остается чистым. Выпечка не пригорает. Очень удобен в хранении и уходе. Легко очищается. Длительный срок службы. Внимание! Использовать его можно до тысячи раз. Это почти 3 года при ежедневном применении. Размер у него 33 на 40. Состав антипригарное волокно. Вот такая вот штука. Полотно, простите. Антипригарное полотно. Вот такая вот классная штука. Следующая у нас пойдет терочка для сыра. Тоже в такой шикарной коробочке. Артикул 114-23. Вес 98 грамм. Терка для сыра. Предназначена для нарезки продуктов тонкими пластинами. Смотрите, идет защита. Потому что очень острая. Очень острая. То есть эта защита снимается. И вот вы можете нарезать уже сыр. Значит, идеально подходит для твердых сортов сыра. Так, мы взяли мягкий. Извиняюсь. Сюда также им можно нарезать цитрусовую цедру, шоколад, орех, имбирь, чеснок. То есть все, что вам захочется. Это не только терка для сыра. Ой, какими классными пластиками. Да, он так прям здорово. Вот в салате будет что-то новое, что-то оригинальное. Далее, значит, эргономичная ручка с нескользящим покрытием. Защитный чехол на лезвии. Можно мыть в посудомоечной машине. Размер 32 на 4 на 3. Состав АБЦ пластик, нержавеющая сталь и полипропилен. Так, Ириша, увеличиваю тебя. Божечки ты мой. Вот такой сырочек очень хочется попробовать. Потому что он даже покрошен по-новому, да? Ага, все, в рот. Не, ну серьезно. Ириш, покажи поближе, пожалуйста. Ага, супер, просто супер, смотрите. Это прям тоненькие-тоненькие такие. Вот такие тонюшки получаются. Великолепно. Терка очень острая. И, если честно, мы взяли мягкий сыр. Это, конечно, не очень хорошо для тестинга. Потому что больше всего для твердых сыров она лучше будет работать. Ламбер, он слишком мягкий. Итак, дальше. Терка мелкая. Очень интересная вещица. Мелкая терочка, которая у нас с вами пойдет дальше. Вес у нее 93 грамма. Артикул 114,24. Тоже в коробочке, в пакетике. Защиты нет. Есть? А, есть. Я думаю, вроде бы была. Да, также есть защита. Она предназначена для натирания продуктов мелкой соломкой. То есть, красиво будет. Будет красиво. Значит, что она делает? Идеально подходит для твердых сортов сыра, цитрусовой цедры, шоколада, орехов, имбиря, корицы, чеснока. Ну, вот мы как раз взяли имбирь сейчас. Мы почистили имбирь. Мне кажется, Ириш, ее надо не на весу держать, а прям вот так вот ее туда. Вот так вот, да. Вот таким вот образом. И, значит, что у нее еще? Какие преимущества? Эргономичная ручка с нескользящим покрытием. Защитный чехол на лезвию. Можно мыть в посудомоечной машине. Размерчики у нас 32 на 4 на 3. Состав АБЦ пластик, нержавеющая сталь, полипропилен. Да, смотрим. Какие они интересные, да? Так. Так. Все миленько. Так. Что-то я не вижу никакой соломки. Или это соломка? Соломка. Мелкая, мелкая соломка. Ну да, вот видите, такой вот формы получается у нас имбирек. То есть вот такие вот кусочки. Ну что ж, покрошено мелко. Ох, какой аромат классный. Прямо имбирь, имбирь. Так, огурчик хочешь, да, попробовать? Давай попробуем огурчик. Да, мелкая такая нежная соломочка получается. Это ты, я знаю, что ты делаешь. Ты хочешь в диффузор положить, да? Вода, шасси. Вода, счастье. Счастье? Шасси. Шасси. Ага. Огурец, имбирь и листочек мяты и лимон. И что эта вода делает? Вода ускоряет наш метаболизм и способствует нашему похудению, чтобы привести себя в форму. Да, а имбирь улучшает пищеварение и тоже имеет жиросжигающее свойство. Ты прямо рукой, оно, скажи, пожалуйста, на твой взгляд, нетравматичное, да? Покажи поближе. На обороте, тут все гладенько просто убирать. Так как имбирь у нас такой варсинистый, поэтому он немножко застревает. Вот, например, огурец уже не застревает. Угу, угу, понятно. Ну, вещица классная, конечно, да. Так, давай-ка посмотрим, как он моется. Ой, и все, и весь имбирь, что ли, выпал? Нет, не весь, осталось еще. Ну, щеточкой надо будет помыть, щеточкой, конечно. Ну, что ж, хорошо. Сейчас мы с вами посмотрим еще одну очень интересную вещь. Это комплект контейнеров. И причем это не простые контейнеры, они с секретиком идут. Сейчас Ириночка в руках держит 1,1 литра, да? 1,1. Артикул 115,07. Вес 114 грамм. Контейнеры завинчиваются крышками. Подойдут для временного хранения свежих продуктов и приготовленных блюд. Также можно брать с собой на работу, на дачу, да? То есть в огород, да? На природу, да? То есть вот все без разницы. И вот сейчас, внимание, в наборе 2 контейнера удобно брать с собой. Вот Ирина уже показала фишечку. Крышки со специальным замком позволяют закрепить один контейнер на другом. Вообще круто. Великолепно просто. И они, посмотрите, они еще такие симпатичные. Сейчас я увеличу. Как вы видите, они идут такими ромбиками. То есть они не простые контейнеры, они оформлены очень красиво еще вдобавок. Да, не только удивили, но и оформили красиво. Для чего они подходят? Они подходят для хранения в холодильнике, в морозильной камере и разогревания в микроволновой печи с открытой крышкой. То есть крышку снимаете и греете. И они, как вы видите, не боятся ни мороза, не боятся ни микроволновой печи. Далее, размер одного контейнера 12,9 сантиметров на 15,1 сантиметра. Объем одного контейнера 1,1 литра. Вот такая вот вещь. Состав у обоих наборов. Вот Ириночка уже держит второй. Полипропилен. Итак, это комплект контейнеров 2 штуки 0,6 литра. Тоже красивые, тоже суперские. Причем вот эти комплекты большой с маленьким тоже может дружить. Давай, Ирина, прицепляй все. Будем пирамидки строить. Да, то есть и береза верхней. Да, вот видите, Ирина, берется здорово. Значит, что я не хочется рассказать. Артикул 115, 0,6. Вес 86 граммов. Это обе штуки. Состав также полипропилен. Далее они, значит, подойдут для всего того же хранения, что и предыдущее. Единственное, чем они отличаются, как вы поняли, это только размером и объемом. Объем 0,6 литра. Размер одного контейнера 2,9 сантиметров на 7,3 сантиметра. Артикул 115, 0,6. Вот такая вот удобная, удобная красотища. Мне понравилось. Я довольна новинками, потому что они практически все идут с какими-то изюминками. Да, вот, допустим, это же форма для льда. Ее немножко загнул, и льдинка досталась сама. Не надо ни стучать, ни колотить, да. То есть все создано вот специально именно человеком, который во всем в этом очень хорошо разбирается. И практикант, да, а не то, что там теоретик. Вот этим очень здорово. Сейчас перед нами устройство для удаления косточек. Артикул 114,91. Пришло оно в красивой упаковке, на картонке. Оно было в пакете. Вот. Вес 30 грамм. Приспособление для удаления косточек. Справится с вишней, черешней и оливами. Ну, может, мы где-то еще какие-то косточки найдем, да, Ириш? Так, я увеличиваю. Вот. Посмотрите, какое приспособление. Длина у него 13 сантиметров. Состав А, Б, Ц, пластик и алюминий. Алюминий. То есть витамин С убивать не будет, я так понимаю, да. Ириш, не до конца, да, делается? У них вот этот зубчик, он проходит, то есть до самого основания, если лежит ягодка, он проходит до самого основания. Не раздавливая ягодку. Вот, вообще классно, да? То есть для этого и создали, чтобы тут остался промежуток, чтобы мы не давили ягодку, не скручивали ее. Вот, отлично. Отлично. Следующее мы хотим показать вам кисточку. Одна у нас уже уехала к родителям мужа, и они сказали вещь просто великолепная, и я заказала для себя вторую. Это уже для меня не новинка, потому что первая просто путешествует. Значит, кисточка с артикулом 11456, вес 41 грамм, она идет силиконовая, предназначена для смазывания противня, а также ей можно наносить масло на кондитерские изделия, на мясо, на рыбу, соусы и маринады. Так, кисточка безопасна для посуды с антипригарным и керамическим покрытием. Петелька на ручке позволит подвесить кисточку в удобном месте. Можно мыть в посудомоечной машине, размер у нее очень компактный, 21х3,5х1 см. Состав нейлон и силикон, мягкая, классная такая, суперская, и мы уже пользовались ей такой же, этой нет, но предыдущей пользовались. Чем она хороша? Тем, что она, во-первых, не оставляет после себя никаких волос, никакой вот этой вот чуши, как после обычной кисточки, да, и она реально равномерно позволяет смазать выпечку. Мама у нас очень часто печет, поэтому ей она уже уехала, и вот вторая у нас появилась. Обратите внимание на ее цену. Если вы ходите в такие магазины, как FixPrice, она даже дешевле, чем там. Да ты что, серьезно? Она стоит, да, по цене каталога, она стоит 79 рублей. Со скидкой консультанта она будет дешевле, чем в магазине FixPrice. А как мы уже знаем, что она более... Более безопасная. Безопасная, чем... А там кончик тоже гнется, что ли? Да, да. Ой, так смотрите, как здорово. Тинь-тинь. Сама она твердая, там что-то ставлено внутри, и вот отсюда начинается вся мягкость. Ой, какая хорошенькая, я не могу. Хочется ее перебирать, с ней что-то делать. Как маленькая, да, поиграться. Итак, следующий у нас это друшлаг, насадка. Честно скажу, что я не поняла, как им пользоваться. Мы перемерили все миски. Ни к чему он не подошел, и он отправляется играть к детям. Для меня вещь абсолютно бесполезная, но, может быть, кто-то напишет в комментариях, что с ним, на какую, может быть, я как-то не так делаю, или что. Но у меня не получается им пользоваться абсолютно. Вот так вот. Ну, я понимаю, что оно так, но у меня, как же я буду, допустим, сливать горячий рис. Пазы, которые мы должны вставить. Ну, пазы-то они есть, но как сливать рис? Все, у нас даже нету миски с такими тонкими краями, чтобы пазы вставились. Это не для горячего, для чего-то. Итак, смотрите, указано, что это друшлаг-насадка, которая удобная, как приспособление для слива жидкости, не требует много места для хранения. Но вот для горячего он точно не подойдет, нам никак им не воспользоваться, абсолютно никак, честное слово. Значит, на насадке предусмотрены специальные фиксаторы, и лишь покажи фиксаторы, и предотвращающее смещение друшлага в процессе использования. Мы не нашли такую миску с такими тонкими краями, чтобы зафиксировать, вот честное слово. Далее, значит, он подходит для кастрюль, сотейников, сковородок, мисок. Но если вы что-то варите, вы обожжетесь. Проще уже просто в сито прокинуть, или в друшлаг, или еще что-то. В нормальный, не в этот друшлаг. Размер 35 на 13 сантиметров, состав полипропилен, на мой взгляд, абсолютно бесполезная вещь. Вот хоть тресните, вообще ничего не придумали, что с ней делать. Поэтому мне дочка моя сказала, что она будет точечки рисовать вот ручкой вот в этом друшлаге. Ей интересно, да. То есть, ну, в общем, там она найдет себе применение. Я отдаю ей, ей захотелось. Вот. А сейчас перед нами самая шикарная форма для пирога. Она тяжелая, она классная. Она весит кило 100, кило 130, да, вернее. Это такая красота, которая сразу же после выпекания любых изделий ставится на стол, и все. И не нужно ничего с ним делать, да. То есть, очень красивая вещица. Артикул 114.89. Это форма для пирога. Она удобна для приготовления пирогов, кексов и другой выпечки. Что мне нравится? Она невысокая, и тесто можно разлить равномерно, и пирог всегда пропечется. Сами знаете, когда оно бывает узко и высоко, то оно может где-то не пропечься, где-то мы можем не рассчитать. Оно выливается за края, когда она бухает, да, вылазит. Ну, у меня частенько что-то такое вот бывало. А вот эта вещь просто суперудобная. И как раз под мою духовку подошла. Я еще запереживала, может быть, не войдет, но все вошло отлично. Далее, значит, форма изготовлена из термостойкого боросиликатного стекла. Далее, удобно следить за процессом приготовления блюда, так как форма прозрачная. Из-за невысокой теплопроводимости пища в стеклянной посуде остывает медленно. И форму можно положить, использовать для сервировки, да, но она красивая, она реально красивая. И также можно ее хранить в холодильнике и морозильной камере. Вот, и можно мыть в посудомоечной машине. Размер у нее просто огромный, 30 сантиметров. Получается 30 сантиметров и высота 3,5 сантиметра. Объем 2 литра, вес 1,1 килограмм. Материал стекло. Красотища, просто красотища. Я просто очень рада. Вот мы еще, кстати, не нашли под нее полочку, где бы она хранилась. А так-то вот вещь просто безумно классная. А это просто реально мой фаворит. Почему? Потому что это форма для запекания с крышкой. То есть, когда все, что я запеку, допустим, я запекаю курицу с картошкой, да, или я делаю какую-то запеканку, да. То есть, вот это просто не надо никуда перекладывать и кушать из нее. Она, во-первых, выглядит красиво. Во-вторых, ее можно поставить на огромный стол, прямо горячую, прямо из духовки. И, в-третьих, если кто-то что-то не доест, да, как бы расставить тарелочки и поставить ее. Если кто-то что-то не доест, мы просто закрываем крышкой и ставим в холодильник. Супер! Просто супер! Ну, может быть, это и для ленивых, конечно, хозяек, но я это оценила сразу. И я поняла, как мне будет удобно теперь, когда ко мне будут приходить гости. И как раз у меня гостей всегда бывает много. За столом бывает 6, иногда даже 12 человек. И она как раз тех размеров, которые мне нужны. Я в восторге! Я просто в восторге! Так, значит, у этой формы запекания, артикул 114,83, весит она 2 килограмма. Она такая тяжеленькая, вообще тяжелая. Значит, изготовлена также из боросиликатного стекла, устойчива к изменениям температуры. Благодаря гладкой поверхности формы к ее стенкам не прилипают остатки пищи. Плотно закрывается крышкой, и поэтому аромат блюд не выветривается и не смешивается с другими. Но когда вы ее достаете из духовки, понятно, что крышка у вас расплавится, если вы сразу ее горячую, накаленную будете закрывать. Поэтому будьте осторожными. Далее, значит, можно хранить в холодильнике ее. Про морозилку ничего не сказано, значит, морозилку нельзя. Ну, зачем нам такая штука в морозилке? В морозилку можно? Можно? Ай, можно, да? Вот, отлично, отлично. Вот, далее, значит, размер 40,5 на 25 на 6,5 высота. Объем 3 литра. Вот вообще великолепнейший объем как раз на большие компании. Вот вы знаете, те, кто любит принимать гостей в дом, вот это оценят. Это просто супер. Я понимаю, если вы живете вдвоем, не приглашаете гостей в дом, вот такая вещь вам просто не нужна, иначе вы приготовите огромное блюдо, которое придется там кушать 3 дня. А тут я понимаю, что для большой компании это на день. И выставить это очень красиво. Ой, я прям очень в восторге. Значит, объем 3 литра, вес 2 килограмма. И также материал стекло. Шикарная вещица. Давайте напомню, артикул 114.83. Смотри, вот эту вещь я, скорее всего, еще закажу вторую, потому что хочется и что-то сладкое запечь, и, допустим, запечь это же мяско, курочку там, допустим, с картошечкой. Хочется и то, и другое. И потом это поставить на стол, да, и чтобы все это было красиво и здорово. Я в восторге. Так, ну что ж. Все. С вами была Менчикова Ирина. Не убегай, помаши ручкой. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Да, будем рады снимать для нас, для вас новые видео, новые классные видео. Я думаю, что не ругайте меня за то, что я некоторые вещи очень сильно поругала. Но если я не нашла им применение, я же не буду врать и говорить вам, что как это здорово, да. Возможно, вы найдете это применение. Да, может быть, вы найдете. Я вот, честно слово, под некоторые вещи как-то бы вот не нашла применение. Но большинство, вернее всего два продукта мне не понравилось, остальное все мы применяем. Как вы видите, мне очень понравились, вот в прошлый завоз были все вот эти вот, как их даже называют, приборы, да. Сейчас я подойду к ним поближе. Сняла камеру со штатива, будет трястись. Очень мне понравились все вот эти вот наборчики. Я просто от них в восторге. Они удобнейшие. Ой, смотрите, как у нас заварился чай из первого видео, да. Это мы, да, далее, значит, у нас вот приготовился вот этот напиток из первого видео суперский. Вот, чай, он стоит уже, Ириш, помогай, он стоит уже, если не соврать, час больше? Полтора часа точно. Полтора часа точно, да. Ну-ка, Ириша, попробуй, только не обожгись. Начал остывать? Чуть-чуть остыл, но довольно горячий. Довольно горячий, считайте, полтора часа температура чая держалась. Великолепно, великолепно. Ну что ж, все мы протестируем. А, что нам еще не понравилось? Минутку-минутку. Смотрите, когда мы чистили морковку, у нас покрасилась щеточка, и она не отмывается. Мы ее мыли и с мылом, и всяко-разно она не отмывается. Ну, вот беливатель, мы ее не стали складывать. Вот, смотрите, да, сфокусирую. Далее, значит, и покрасилась у нас вот от цитрусовых, или это от цитрусовых, да, покрасилась, вот тоже не отмылась вот эта вот решеточка. Да, если уж быть до конца откровенными. Остальное мы просто-просто в восторге. Ножи просто суперские. Сковородки я вам показывала в прошлом видео, я была от них в восторге. Ну, что ж, с вами была колонова Аня, Менчикова Ирина. Теперь точно пока, вот, вроде бы мы ничего не забыли сказать, да, Ирин? Все рассказали? Все рассказали, все показали, все отлично. Мы молодцы! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Продолжение следует...